Чемпионат России в олимпийских классах яхт преодолел экватор. Сочи два дня радовал чемпионат погоды, без ветря наблюдалось лишь в прогнозах синоптиков. Ну а накануне штиль все-таки опустился над экваторией. В третий день регаты прошла только одна гонка в классе RSX у мужчин. Здесь настоящая борьба. Бывший лидером после первого дня белорус Никита Циркун, теперь второй. А на первую позицию выдвинулся чемпион России прошлого года Евгений Айвазьян. Главная звезда отечественной доски, бронзовый призер Рио-2016 Стефания Елфутина не принимает участия в чемпионате из-за болезни. В отсутствии лидера в классе RSX у женщин впереди Марям Сихпасян. У нее шесть побед в шести гонках. Направление ветра как вчера, но сегодня ветер был слабее. Да хорошо гоняется, интересно. Основная мотивация в том, чтобы сделать все круто и быть собой довольным. В классе ФИН лидирует Аркадий Кистанов, который, выиграв накануне обе проведенные гонки, захватил первую строчку протокола. Было на самом деле очень классно. У нас был шикарный старт. У меня великолепно получился старт в левой части стартовой линии. Не крайним, но все равно очень хорошо. Для меня гонка складывалась достаточно сложно, но без особых проблем. Как бы это было очень интересно, это было очень непредсказуемо. В классе 49-й ФХ с пятью победами в шести гонках впереди Зоя Новикова и Диана Сабирова. Это достаточно молодой класс, впервые был введен в олимпийскую семью перед играми в Бразилии в 2016-м. Это интересно, когда есть флот, и иногда нас девочки прям напрягают, и приходится попотеть, чтобы вернуть себе позицию, лидерство. В классе «Лазер Радиал» складывается одна из самых интересных интриг на чемпионате. Группа сразу из пяти девушек продолжает бороться за медали. Лидирует бронзовый призер юниорского чемпионата мира Валерия Ломаченко. Настрой, мне кажется, есть у всех гонщиков. Это все-таки регата и какой-то ажиотаж в отбор сборной основной. Поэтому, я думаю, все настроены так же, как и я. В остальных классах также сохраняется интрига, а это значит, что впереди яркая борьба. До четверга продлятся гонки в десяти олимпийских классах яхт. А в пятницу пройдут медальные гонки для десяти сильнейших экипажей в каждом отдельном классе.